друзья всем привет в этом видео покажу вам как разобрать теплицу как поменять поликарбонат старый вот такая у нас теплица и за зиму поликарбонат у нас лопнул вот он провалился под тяжестью снега вот и в этом году надо будет его менять менять бомб не только карбонат но и будем еще усиливать сам каркас потому что вот какое сейчас есть каркас меня это не устраивает наварим по бокам вот здесь еще дополнительные ребра сверху тоже вот тут наварим ребра жесткости из того блока также и соответственно не знаю выставим на фундамент может на блоки вот сейчас у нас все это стоит на земле на брусьях брусья тоже сгнили теплица простояла где-то около семи лет но не знаю ох это и хорошо но все в этом году надо ее менять и чего для начала первое что нужно сделать нужно открутить нам бот старый поликарбонат вот все открутим значит теплицу перенесем в сторону вот сюда вот уберем брусья вот и бом прокапывать небольшую такую канавку вот и засыплем все это песочком сделаем подушку песчаную и затем не знаю наверно выставим на блоки все это дело вот все в принципе смотрите дальше чтобы вот так теплицу мы усилили сварили вот такую поперечную тягу чтобы они распирала из 25 профиля и наварили по верху вот такую вот арматуру еще дополнительно ребро жесткости чтобы у нас дуги не прогибал и под снегом вот значит все покрасили металл чтобы не ржавело поставили на место и и правда выбрали немножко другое место тогда она вот так стояла сейчас стоит вперёк что мы делали как мы не оставили значит копал ямы глубиной 40 сантиметров засыпал туда песок трамбовал проливал водичкой вот видно шесть ямок выкопал значит все это трамбовал песочек и наверх у меня были после ремонта остались по загребневые блоки вот такие вот вот так что в качестве фундамента я их использовал вот что у нас получилось так вот торцы менять не буду поликарбоната так как еще более-менее они походят может годика через два значит покажу что мы делаем теплицу мы чтобы не распирала крепим к блокам но дюбеля я сам все покажу дюбель 10 на 16 вот такой вот дюбель там уставляем вот такие вот винты вот так вот купил в строительном магазине получатся вот такие вот его можно гнуть легко вот не вот что у нас получилось сделать четыре отверстия высовываем болты туда и закрепил я то есть она у нас никуда вот не денется вот сейчас буду крепить вот этот блок показать вам наглядно как крепеж такой специальный для профилей сначала нам нас угнуть по профилю и берем так посадили загибаем угол какой также второй угол делаем так вот в нем получается у нас вот такая вот скобочка вот которая будет надеваться далее также загибаем с этой стороны получилась такая вот у нас трибунда а просто надеваться и прикручиваться значит что нам нужно сначала нам нужно разметить вот допустим сюда будем самим винтом беру и в блоке просто вот так вот намечаю себе где буду сверлить далее ставим на место так вот представляем и делаем здесь такое же отверстие вот делаю две дырки не дырки дырка вот неправильно назвал отверстия с двух сторон делал по одному потому что если сделать два отверстия рядом то блок треснет как у меня случилось с тем блоком пойдемте посмотрим вот что произошло он треснул у меня так как по одной линии были два дюбеля сделан вот тут я буду менять его наверно мы наметили теперь будем сверлить он берем перфораторах сверло десятка по бетону и светлым отверстие и второе отверстие все мы просверлили теперь берем дюбеля вот такие и вбиваем туда их после того как у дюбеля на сбиты мы берем саморез с шайбой вставляем шайбу туда чтобы было про площадь прилегания больше и вот отверстие намещаем куда сначала приступим туда там он немножко вошел берем шуруповерт с насадкой десяткой головкой на конце он и закручен перчетка сработала значит у нас все затянулось также берем второй проделом такую же операцию со вторым стучали приступился кстати используйте всегда перчатки средства защиты чтобы не повредить руку вот так вот у нас все теплица стоит крепко никуда не денется она и так купили вот такие вот грядки для парника из профнастила вот поставляются они вот в такой коробки размеры 2 метра вот грядка получается метр на сколько тут на два метр на два она вот стоечки так вот ставится все прикручиваться так в комплекте у нас полоса еще пока пока не знаю куда она он смотреть это борта получается вот это это торцы вот значит в комплекте у нас идет вот такая вот инструкция как собирать ее все наглядно расписано с рисунками все значит болты такие вот комплектующих для грядок и дополнение комплектующим для грядок не знаю что что за дополнение по моему так одно и то же все это так что сейчас бомб собирать сюда и устанавливать вот в ту теплицу вот карбонат у нас поликарбонат люксу так вот значит пленку мы оторвали вот эту верхнюю с фотографии буду он тут 15 лет гарантии там качество все такое вот это мы оторвали тут есть пленка вот с этой стороны и с другой стороны пока отдирать не будем оторвем после установки бомб устанавливать час вся теплица готова у нас обшили поликарбонатом на улице в ветрено так что у нас 2 листы ловили их вот накрутили все это дело выглядит как новенькая теперь вот правда уже 10 лет каркас стоит и вот эти торцы тоже 10 лет уже прошло ничего не случилось особо такого страшного так вот все как выглядит все так вот значит чего сейчас будем собирать грядки внутри и устанавливать так одну сторону мы собрали учу нас получилось грядка замечательная монтируется все просто тугом закручиваются вот такие вот болтики с качками все все собираться легко и быстро сейчас будем собирать вот эту сторону к предварительно раскинули сейчас будем все скреплять вот в этих местах вот профиль меня тут ляжет будем сейчас отрезать чтобы его опустить резать будем вот отрезанной машинкой режется очень легко как масло идет ну вот что у нас получилось в итоге такие вот грядки грядочки грядки сюда надо будет еще вставить такой клин чтобы не распирала вот ну вот в принципе все работа закончена по парнику все хорошо все крепко все покрашено ничего сложного нету главное руки чтобы из того места росли портфа и физический труд тогда у вас будет все хорошо вот ну все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии то есть чем не согласен все отвечу не пропустите новое видео пока пока